Гиганатозавр. Огромный плотоядный динозавр из Аргентины, обитавший в эпоху мелового периода около 100 миллионов лет назад. Он был одним из самых крупных хищников, когда-либо существовавших на Земле, и весьма походил на тираннозавра. У гиганатозавра были большие толстые ноги, крупная голова размером с человека, мощное тело величиной с автобус и маленькие передние конечности с тремя пальцами, которыми ящер хватал добычу. Огромный череп динозавра достигал в длину до 160 см. Передние конечности были короткими и слабо развитыми. Ученые впервые нашли останки гиганатозавра в 1987 году неподалеку от аргентинского города Неукен. Аргентинские палеонтологи Родольфо Корио и Хорхе Кальво первыми описали этого динозавра в 1995 году. Его останки пролежали в Земле миллионы лет и сохранились практически полностью. Гиганатозавр не был таким хорошим охотником, как тираннозавр, но мог справиться даже со взрослым зауроподом. Этому хищнику требовалось много еды, чтобы оставаться бодрым и энергичным. Некоторые ученые считают, что гиганатозавры могли объединяться в небольшие стаи, чтобы нападать на больших динозавров. Но обычно они предпочитали охотиться поодиночке, выслеживая слабых или больных животных. Ящер не брезговал и падалью. Он был довольно медлительным динозавром. При нападении он, вероятнее всего, рассчитывал на силу, чем на скорость. Так как его основной добычей были крупные зауроподы, быстро бегать ящеру не требовалось. Достаточно было застать жертву врасплох, а затем пустить в дело острые зубы и когти. Мощный хвост уравновешивал туловище динозавра. Зубы гиганатозавра были слегка загнуты назад и напоминали акулии. Мощные челюсти были отлично приспособлены для разрывания мяса, но дробить ими кости было тяжеловато. Гиганатозавр старался нанести как можно больше повреждений, чтобы жертва истекла кровью и ослабела. Довольно мощный динозавр, так что поставьте этому динозавру мощный лайк и подписаться не забудь, если не подписан. Будем далее рассказывать о динозаврах не только в игре. Пишите в комментариях про кого вы бы хотели немного узнать и я обязательно подготовлю такое видео. Спасибо за просмотр. Субтитры сделал DimaTorzok